Свердловчанина, попавшего в тяжелую автомобильную аварию в Абхазии, получившего перелом основания черепа, ушиб головного мозга и ряд других опасных травм, перевезли в Россию. Максима Подоприхина готовят к операции на головном мозге, рассказала Екатеринбургскому городскому порталу Е1 его супруга Аполлинария Подоприхина. Авария, в которой пострадал Максим, а его пассажирка погибла, произошла еще накануне Нового года, 30 декабря, около 7 часов вечера, в Старой Гагре, на проспекте Ардзенба. Вот что рассказал екатеринбуржец Дмитрий Рашитов, называющий себя горным гидом по Сочи и Абхазии. Наши ребята возвращались из лыжного похода по горам. На двух машинах спустились в Гагру, заехали в кафе Абаата, а после ужина направились в сторону российской границы. Первая машина выехала на проспект Ардзенба за ней, на своей Ниве выезжал Максим Подоприхин. При повороте налево в его машину врезался Лексус местного жителя. Сидевшая на заднем сидении пассажирка, видимо, сильно ударилась головой о стойку и погибла. Это была Юля Тяжлова. Москвичка, живущая в Красной Поляне, со своим мужем, англичанином Томом и тремя дочерьми. Тяжлова была главным редактором издательства кулинарных книг «Кукбус», первая переводчица на русский английского писателя Джейми Оливера. Поскольку гражданам Великобритании закон не позволяет пересекать российско-абхазскую границу, въехать в эту непризнанную в мире республику можно только через Грузию. Поэтому в лыжный поход Юля ездила без мужа. Еще один пассажир Максима, потеряв сознание, вскоре пришел в себя и пережил случившееся более-менее хорошо. Сам Максим сейчас находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии в Сухуми. Я была вчера у него, меня пустили к нему в реанимацию. Он реагирует на мой голос, но сказать, что он в сознании я не могу. Он приоткрывает глаза, помычал, но состояние тяжелое. У него перелом основания черепа и очень сильный ушиб мозга, перелом предплечья и многочисленные ушибы. Самая большая проблема – это черепно-мозговая травма. Это видео Свердловчанка Полинария записала еще 1 января, на третий день после случившегося. Последующие две недели она занималась получением разрешения на перевозку своего мужа в Россию. Полина понимает, что Максима, скорее всего, признают виновным в случившемся ДТП, хотя и у его оппонента была явно превышена скорость. А потому выпускать из страны потенциально обвиняемого власти Абхазии не спешили. В связи с тем, что произошло ДТП, будет заведено уголовное дело. И по правилам у Максима будет подписка о невыезде. То есть, по факту, он не имеет права покидать территорию Абхазии. Но также я прекрасно понимаю, что медицина Абхазии не на высоком уровне, и хорошо было бы, конечно, лечить Максима в России. Каким-то образом друзьям и родным Максима все же удалось добиться его перевода в Россию. Правда, не в родной ему Каменск-Уральский, даже не в Екатеринбург, а в Сочи. На самом деле, по словам Полины, операция на головном мозге еще под вопросом, а вот вывихнутый локтевой сустав в операции точно нуждается. На правую сломанную руку Максима поставлена парад Елизарова. Возможно, мозг молодого уральца восстановится и без оперативного вмешательства. Он узнает, всех узнает, то есть мама была у него, мы спросили у него, узнает ли он маму или нет, он кивнул. Ему тяжело говорить, но он пытается какие-то, по крайней мере, слова говорить. То есть врач приходил, спрашивал, как его зовут, он сказал, Максим. Про дочку я у него спрашивала, понимает ли он, кто такая рада для него, он тоже кивнул. Вот. В общем, это радует, что у него все нормально с памятью, все нормально с пониманием. То есть он реагирует хорошо на голос, на какую-либо информацию воспринимает, но, конечно, тяжело. По словам Аполлинарии, случившаяся в Абхазии авария поставила их семью в сложное финансовое положение. Максим и Полина зарабатывают на жизнь организации турпоходов на так называемых САПах, досках для сплава по воде. Сначала обучают своих клиентов, затем вместе с ними сплавляются по рекам. Также Полина оказывает услуги массажа. Но сейчас, по понятным обстоятельствам, оба остались без заработка и с пятилетней дочерью на руках. Ситуация такая, что накоплений у нас очень мало. Время межсезонья съела все летние накопления. И, естественно, Максим сейчас не будет заниматься деятельностью. Мне нужно помогать Максиму восстанавливаться. И, соответственно, нужно на что-то жить, нужно на что-то его лечить. И плюс ко всему, дальше как будет развиваться ситуация с судебным делом, тоже непонятно. По словам женщины, у Максима и Полины оказались очень отзывчивые друзья. И, может быть, поэтому пока им все удается. Очень большое количество людей откликается, помогает и высылает финансовую поддержку. Я вообще просто бесконечно благодарна. Я в своей жизни еще ни разу не испытывала такую огромную благодарность вообще людям. Это такая массовая поддержка. Это так мощно. Просто это невероятно. Это не просьба о финансовой помощи. Это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.